Более 20 тысяч человек вступили в ополчение весной 1992 года. Народный оплот составили рабочие заводов и фабрик, обычные труженики. В этом числе был Александр Ермишкин. Его история в продолжении выпуска. Отряды добровольцев формировались по зову сердца. Безоружных людей ставили на защиту предприятий, охранять магистрали, переезды и городские районы. Дежурила группа рабочих ополченцев и на БМЗ, где трудился Александр Ермишкин. За плечами сварщика была служба на Дальнем Востоке. Там научился стрелять из всех противотанковых орудий, включая те самые 76-мм пушки, которые украшают площадь героев. В начале войны Александр сам учил других минометному делу. Говорит, в любом деле нужен талант и управляться с пушкой способен далеко не каждый. Мина остается в стволе. Ее там оставлять нельзя. Кто-то подходит. Ну там принцип как плита и ствол. Со ствола скручивается и поднимается миномет. Один поднимает, а другой ловит. А ловить не просто так надо. Ствол когда опускается, руки так ставишь, чтобы мина, вылетая со ствола, попала мне между пальцев, чтобы взрыватель. Орудий не хватало. Часть из них были самодельные. Влагребята, мастера на все руки. Токари, фрезеровщики, сварщики. Было много тяжелых моментов, вспоминает защитник. Один из них – встреча с неприятелем в персиковых садах. К счастью, обошлось без жертв. Боятся все. Это только в кино кто-то, знаете, как не боится. Боятся все, потихонечку. Но как-то вот надо не показать и проще. Я помню, наш первый выстрел только сделал. Они тоже спрятались в лесу и стреляют. А тут трактор стоял. И я вот так вот один выстрел сделал, не могу. И вот только локоть в гусеницы уперы несколько выстрелили. И сразу все притихли. Но тоже их не хотят. Они видели, постреляли вдалеке. Они на свою позицию. Мы откатились. А они не знаю, куда ушли. Мы переждали и уехали. Сила в единстве, говорит Александр Васильевич. Благодаря этому отстояли мир больше 30 лет назад.